Эта история пятилетней давности только по одному уголовному делу проходит свыше 20 пострадавших. Все они жители Казани, оставшиеся без жилья. Схема обмана людей была довольно проста. Кредитная организация выдавала деньги взаймы под залог квартир. Проценты были высокие, а люди, закладывающие свое зачастую последнее жилье, как правило, из неблагополучной среды. Уже через пару месяцев горе-заемщики становились должниками. А специалисты кредитной организации, воспользовавшись их финансовой безграмотностью, квартиры пускали с молотка. Как правило, это группа людей. Отдельная группа занимается соискательством, поиском именно людей, которых можно объегорить, обмануть. Людей, которые потеряли какие-то свои родственные связи, социальные связи, одинокие люди. Либо люди, которые недавно вернулись из мест лишения свободы, либо находятся в местах лишения свободы. Люди, имеющие большие кредиты, большие задолженности по квартплате, не обустроенные, желающие как-то изменить свою жизнь. Следователи уверены, что обманутых в разы больше. Оставшись без крыши над головой, люди пытались в первое время добиться справедливости. И взывали то к сочувствию кредиторов, то обращались в правоохранительные органы и суды. Но все на первый взгляд было по закону. Это уже не лихие 90-е. В ход не шли угрозы или психологическое давление. У специалистов кредитной организации на руках были все правоустанавливающие документы, собственноручно подписанные пострадавшими. Договоры займа и купли-продажи квартир. Связанные по рукам и ногам должники так оказывались на улице. В рамках уголовного дела мы знали, что человека оставили без жилья. Начинали его искать, находили в приютах для бездомных. В устроительном районе есть приют для бездомных. Мы его там нашли. Показания, если с этим не сталкиваешься, неизвестно, что оказывается в Казани большое количество людей, которые не имеют реально места жительства. Ты будешь жить на жилплощадке. Таков был ответ его родной сестры. Ильдар Ишбулатов по наследству должен был получить долю в родительской квартире. Но родная сестра, как уверен Ильдар Ишбулатов, не без помощи нотариуса, все наследство оформила на себя, чтобы впоследствии продать недвижимость. Сестра написала заявление нотариусу, что она единственный наследник. Предоставила все документы, все выписки, все. И нотариус, не проверяя ничего, оформляет наследство на Закирову. Три месяца он добивался справедливости в суде. Во время расследования, которым пришлось заниматься ему самому, были выявлены весьма интересные подробности сделки. Согласно вот этой полицейской справке, его сестра переехала из России в другую страну 11 октября 2012 года. И больше в Казани не появлялась. Но через 4 месяца, в феврале 2013 года, каким-то удивительным образом, будучи за границей, ей удается оформить доверенность у казанского нотариуса. Но самое поразительное то, что за две недели до оформления вот этой конкретной доверенности, подписавшийся на этом документе нотариус, сложил полномочия по собственному желанию. Об этом Ильдар Ишбулатов узнал позже, уже из архивной выписки Нотариальной палаты Республики Татарстан. Более того, уволившийся по собственному желанию нотариус за этот период времени выписывал свыше тысячи нотариальных документов. Технически такое количество доверенности выписать невозможно. Выписывал ли это и Хрешкова, тоже непонятно. Это очень большой вопрос. Но то, что уже одна доверенность, которая уже фальшивая, уже при проверке, вот она вот налицо, конечно. Нотариус. Человек с высшим юридическим образованием. Он знает свои, должен знать свои обязанности. Судья Верховного суда Рашид Файзулин вспоминает громкое дело, в котором фигурировал представитель закона, когда Казань потрясла новость об убийстве из-за квартиры мальчика-сироты. На суде удалось доказать, что в этом деле фигурировали и начальник паспортного стола, оформлявший поддельные паспорта, и нотариус, который за определенную сумму оформил документы на подставное лицо. Вот эти лица, остальные участники, значит, твердо на него указали. Его доля 300 тысяч рублей именно за то, что он выдаст по незаконно выданному другому лицу паспорту, доверенность на сбор документов и приватизацию этого жилья, и другая доверенность была выдана одному из соучастников, именно была выдана на продажу этого жилья. Он с этого должен был иметь 300 тысяч рублей. Покупка квартиры для большинства граждан – это дорогостоящее и ответственное решение в их жизни. Ведь для кого-то это сделка, это уже результат многолетних накоплений, для кого-то это будущее время по выплате ипотеки. В любом случае, учитывая высокую стоимость квартир на рынке, работа для профессиональных мошенников всегда найдется, которые знают все пробелы в законодательстве и могут обмануть в любой момент как покупателей, так и продавца. В 2017 году в Татарстане было зарегистрировано свыше 100 тысяч сделок с недвижимостью. В России существует и такая статистика, что каждая пятнадцатая сделка имеет неправомерный характер. По словам руководства гильдии риэлторов, сегодня практически никто не может себя обезопасить на все 100% от мошенников в сфере недвижимости. Потому при продаже или покупке квартиры собственникам нужно быть самим на чеку. У нас в Казани появились, в Татарстане еще появились мошенничества, связанные с поддельными доверенностями. То есть доверенностями, например, мы тоже с этим сталкивались, выписанными на территории Украины. Согласно международным договоренностям, доверенности, выписанные на Украине, то есть украинским нотариусам, у нас в Российской Федерации действуют. Даже было мошенничество вот по таким доверенностям, связанное с крупным чиновником. То есть когда у чиновника таким образом продали квартиру, он даже и не знал. Специалисты дают совет, на что следует обратить внимание при совершении сделки с недвижимостью. Самое главное не доверять, а проверять. Если квартиру продает не сам собственник, а его представитель, в этом случае нужно убедиться, что доверенность подлинная или не была отозвана самим собственником. Эту информацию можно получить на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если не предъявляют оригиналы правоустанавливающих документов, а только их копии или дубликаты, в этом случае можно и нужно заказать выписку из единого государственного реестра, чтобы убедиться в чистоте объекта. Если вас торопят с подписанием договора, или цена сделки существенно занижена по сравнению с рыночной ценой, или же объект перепродавался много раз за короткие сроки. Но для полной безопасности каждый собственник может подать заявление в Росреестр о запрете на какие-либо действия с его квартирой без его участия. Такое заявление будет основанием для внесения в реестр записи о том, что имеется такой запрет на отчуждение без личного участия собственника. И в случае, если вдруг поступят документы от каких-то третьих лиц, эти документы не будут рассмотрены, они будут возвращены без рассмотрения. Но у тех, кто видел этих жертв обмана, есть еще один немаловажный совет. Насколько бы договор не был многостраничным и скучным, лучше его повнимательнее прочитать, чтобы после сделки не посыпать голову пеплом. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней. Редактор субтитров А.Семкин